всем привет ребята в этом видео оборудование solox power и серии о том как жить полностью автономно без сети off grid только за счет солнечных панелей и аккумуляторов вот на данном оборудовании этом своем личном опыте вам расскажу все покажу это моя домашняя солнечная станция solox power гибридный инвертор на 7 5 киловатт и наша семья из четырех человек полностью автономно проживает уже как видите 1500 часов без внешней сети городской вот и забирая наперед скажу что у нас частный дом 100 квадратов полезной площади жилой и даже электромобиль фальскваген и гольф мы умудряемся заряжать от этой системы все реально все без проблем 1501 часть даже я успел эту красивую цифру заснять хотел поделиться вот красивая цифра 1500 часов и поэтому видео приурочила жизни полностью of grid кому тематика это интересно пожалуйста смотрите комментируйте поехали вот так вот так Планировалось таким образом станция, чтобы можно было полностью все излишки сразу же потреблять целый день, типа 2 кВт или сколько потребление, неважно, и иметь запас по аккумулятору. Вот видите, 97-98 скачет аккумулятор. То есть всегда аккумулятор днем, грубо говоря, у нас там около 100% закачанный, а уже сквозь ночь мы живем чисто за счет аккумулятора. Вот такая система, она, скажем, прикольная, EPS, работаем, все зачетно. Пойдем сейчас еще подключу электромобиль на зарядочку и покажу вам, куда же мы деваем излишки. Излишки мы еще деваем, сейчас уже аккумулятор зарядился, сейчас начну заряжать электромобиль и туда сбрасывать излишки. Пойдем посмотрим. Так, вот такое зарядное на 10 А, которым мы заряжаем от гибридной станции машину. Вот такой пистолет Type-1. Сейчас подключим машинку и будем сюда сбрасывать излишки генерации солнечной. Таким образом, туда идут киловатты, мы этой машинкой катаемся по работе, в среднем 150 км в день нам хватает и бак никогда не бывает пустым. Снова бросаю на зарядку и таким образом гибридная станция окупается нам за счет движения электромобиля. Плюс семья пользуется всеми благами, электричество стабильное и в этом я вижу, собственно, энергонезависимость. А если смотреть с точки зрения, чтобы заработать даже на тот же бензин, на те же 100 км, надо 8 литров бензина. 8 у 5, там сколько, 50 гривен, 55 бензин, это там 400 гривен. Это как раз нужно, в принципе, если сгенерировать 200 кВт в день с большой станции, да, излишков, как бы отдать эти киловатты бесплатно дядюшке-олигарху. Дядюшка-олигарх перепродаст эти киловатты, там по 5 гривен, да, и теоретически 1000 гривен вы можете как бы заработать. Да, когда вам дядюшка-олигарх капнет этих денег, вы на те денежки капните бензин на себе в бак. Ну и такой вот немножко длительный процесс получается. А здесь, когда вы строите гибридную станцию, да, и даже когда нету сети, вы можете заряжать свой электромобиль. А когда есть сеть, то просто генерации, которой вам не хватает солнечной, вы добираете чуть-чуть с сети внешней. Ну вот я так себе построил солнечную станцию, чтобы излишки даже сливать сюда в электромобиль. Вот такая моя мысля. Она, конечно, не претендует на истину. Свои мысли можете высказать в комментариях. Вот, 99% уже на остатке. Чуть-чуть с утра покатался, выездил. И вот восполняю сейчас. Вот такая моя мысля насчет больших сетевых станций. Если вот сейчас прям брать 2023 год, то на качественном оборудовании надо хотя бы, да, там, 25-27 тысяч долларов в большую сетевую станцию вложить, да, чтобы много иметь излишков, да, чтобы потом денежек много типа заработать. Ну, на 27 тысяч, в принципе, можно купить электромобиль. Тысяч за 17, да, вот такой где 36 батарейка, 36 киловатт, гольфика можно себе прикупить. А на остаток на 10 тысяч долларов можно гибридную хорошую станцию построить, которая и будет генерировать электроэнергию для этого электромобиля. И прям все получается прям сейчас и прям сегодня окупаемость, как бы, которую можно пощупать, поездить и так далее. Вот такие мои мысли. Ваши мысли, пожалуйста, напишите в комментариях. Так, стиралка работает. А у нас тут и хлебчик уже готов. Офф-грид хлеб приготовлен. Сейчас глянем, какой красавчик. Вот. Вот такой красавчик приготовился. И все это действительно чисто на солнечной энергии. Кайфую. 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 Так, и у нас 5 офф-грид котенков. Один, второй, третий, четвертый и там пятый рыжик. Пять котиков, которым не нужна никакая энергия. Да? Никакой сети не надо. Офф-грид коты.